Здравствуйте! В эфире телеканала CBC и радио CBC-FM вечерний выпуск новостей в студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. Азербайджан дает всесторонние гарантии благополучного проживания граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе, заявил начальник службы госбезопасности Азербайджана на встрече с генсеком Совета Европы. Баку и Пекин наращивают военное сотрудничество. Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем председателя Центрального военного совета Китая. Лагерь беженцев Джабалия в северной части Газа был разрушен в результате бомбардировки, сообщает Аль-Джазира. В зданиях на территории лагеря проживали сотни горожан. Трагедия на шахте в Гарагандинской области Казахстана. 40 погибших горняков удалось опознать. Для идентификации еще шести жертв будет проведена экспертиза ДНК. Самостоятельное государство – активный участник международной повестки, придерживающейся своих внешнеполитических принципов. Именно такой авторитет на международном пространстве заработал Азербайджан под руководством Ильхама Алиева за 20 лет. Республика продолжает развивать взаимодействие со всеми странами, которые пользуются авторитетом не только в регионе, но и в мировой политике в целом. Приступив к выполнению своих должностных обязанностей в качестве президента Азербайджана, Ильхам Алиев поставил перед собой задачу номер один, чтобы на всех территориях, во всех городах и селах, которые в то время находились под армянской оккупацией, был со временем поднят азербайджанский флаг. Но для этого было необходимо провести колоссальную работу по всем направлениям, в первую очередь обеспечить внутриполитическую стабильность, рост экономических показателей. Стратегия, определенная указом президента о мерах по ускорению социально-экономического развития в Азербайджане, от 24 ноября 2003 года заложила основу для непрерывных и системных программ всестороннего развития страны, обеспечила реальную динамику социально-экономического развития. В продолжении этого указа, начиная с 2004 года, были приняты четыре государственные программы по социально-экономическому развитию регионов. В рамках этих программ инвестировано более 100 миллиардов монатов. Проделанная работа дала свои плоды, об этом говорят цифры. Сегодня государственный бюджет Азербайджана достиг рекордного уровня, превысив 33 миллиарда монатов. Номинальный объем ВВП перешел отметку в 133 миллиарда монатов. Параллельно на постоянной основе уделяется особое внимание повышению социального благосостояния граждан, средней заработной платы, стипендий и пенсий. Параллельно экономическому развитию приоритетным вопросом для Азербайджана было армейское строительство, укрепление военной мощи республики. С середины 2000-х годов началось количественное и качественное усиление азербайджанской армии современной техникой и вооружениями. А для того, чтобы успешно его применять, необходимы были подготовленные кадры, хорошо обученные и имеющие практические навыки. Был поднят уровень военного образования. Усилено как обучение в азербайджанских высших военных учреждениях, так и работа по направлению азербайджанских курсантов в различные специализированные образовательные учреждения за рубеж. Параллельно обновляется арсенал вооружений. Вскоре полученный опыт был успешно применен азербайджанскими военнослужащими при отражении масштабных военных провокаций вооруженных сил Армении. В ходе апрельских боев Гюннюцкая и Товуцкая операции, которые шаг за шагом привели к победе в Отечественной войне, когда в ответ на непрекращающиеся военные провокации 27 сентября 2020 года азербайджанская армия перешла в контрнаступление. Спустя всего 44 дня армянская армия была разгромлена. Положен конец почти 30-летней оккупации азербайджанских земель. Как показала хронология событий, Ереван не имел намерения полностью вывести свои оккупационные войска с территории Азербайджана, несмотря на то, что взял на себя эти обязательства согласно трехстороннему заявлению. Незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана осуществляли военные провокации, возводили фортификационные сооружения, закладывали мины. 19 сентября 2023 года вооруженные силы страны начали антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе. Таким образом, режиму преступной хунты на азербайджанских землях пришел конец. 15 октября 2023 года стал историческим днем. Спустя несколько десятилетий азербайджанский народ вернулся в Ханкенде. На центральной площади города был поднят символ гордости и независимости Азербайджана. Над территориями, находившимися почти три десятка лет под оккупацией, вновь стал развиваться трехцветный азербайджанский флаг. Сегодня я с гордостью поднял азербайджанский флаг и хочу еще раз сказать моему родному народу, что мы достойны этой победы. Азербайджанский народ добился этой победы ценой своей крови и жизни. Флаг, который я поднял здесь сегодня, будет развиваться здесь вечно. И мы будем жить здесь вечно. Карабах наш. Карабах – это Азербайджан. На освобожденных территориях Азербайджана предполагается наличие свыше полутора миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов. К сожалению, Азербайджан является одной из наиболее загрязненных минами стран в мире. Установленные Арменией взрывоопасные пережитки войны продолжают убивать и калечить не только гражданских лиц и военнослужащих, но и диких животных. В Карабахе и восточном Зангизуре среди жертв мин также есть истязающие виды, занесенные в красный список Международного Союза охраны природы. Ранее общественное объединение «Центр биологического разнообразия» обратилось во всемирные организации в связи с недавним минным инцидентом, повлекшим за собой гибель одного медвежонка и ранения другого в освобожденном Лачинском районе. Подобное жестокое отношение Армении к животным и дикой фауне недопустимо. Тема продолжим с нашим гостем. К нам подключается Амин Мамедов, председатель общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана. Амин Малим, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Юдихан. Что ж, минный террор Армении, направленный против природы, биологического разнообразия и животного мира на Южном Кавказе. Как я уже сказала, ранее было направлено обращение международной организации в связи с недавним минным инцидентом. Но, опять же, мы видим, что нет никакой реакции мирового сообщества на подобные действия. Вот какие меры необходимо предпринять, на ваш взгляд, чтобы спасти флору и фауну всего Южного Кавказа? Спасибо большое. Да, действительно, очень актуальная тема на сегодняшний день. Но, к большому сожалению, как мы видим то, что происходит сегодня в мире и то, что как бы все внимание международной общественности в основном фокусировано на Ближнем Востоке. И там действительно идут очень неприятные события, которые вовлекают в собой потери жизни людей. Но, в то же время, экология и природные ресурсы, и окружающая среда до сих пор остаются важной темой. И я бы сказал, что территория Азербайджана, которая была под оккупацией в течение почти 30 лет, если сравнить плотность этих мин по сравнению относительно самой территории, это можно внести в книгу рекордов Гиннеса. И это, конечно, как бы вовлекает и будет в будущем, к сожалению, вовлекать смерть и гибель не только людей, а также животных. И учитывая саму природу Карабахского региона Азербайджана, учитывая своеобразную уникальность этих территорий, где мы можем увидеть много разных и животных, и типов растений, которые на грани исчезновения. И эти животные, конечно же, они привыкли всегда там свободно гулять, лететь, сходить. Но, к сожалению, армянский терроризм, она была нацелена не только на нас, как на народ Азербайджана, а также на природу Кавказа. И очень, как вы заметили, очень большому сожалению, международное сообщество как будто, не знаю, предпочитает то ли молчать, то ли, как сказать, варьировать, пытаясь, не знаю, мимо ушей относиться к такому роду обращениям. Хотя, когда им самим надо, они очень активно поднимают вопросы на самых высших трибунах, где обсуждаются вопросы биоразнообразия, вопросы окружающей среды. Но, что касается этих вопросов, связанных с миной, где уникальные животные, как медведь, или даже с того дня, как мы освободили землю, вот, и мы сталкивались, когда и леопард попал в мину, и противопехотную, и много, как бы, мелких животных, как волк, или шакал, или другие животные. Но, это реальность, с которой мы сталкиваемся, и как гражданское общество этой страны, мы всегда делаем все, что от нас зависит, чтобы держать эту тему всегда актуальной во всех международных платформах. И поэтому мы, как представители разных организаций, работающих в этой сфере, мы настоятельно и беспрерывно обращаемся в международные организации, и требуем от них выразить свое тоже мнение, а также, значит, свое объективное, как бы, рассуждение насчет того, чтобы был осужден этот террориум. И, к сожалению, вот, даже сотрудничество со стороны Армении в этом вопросе очень слабое, и, можно сказать, никакого сотрудничества нет. Это какие-то карты, как бы, мы получили, но непонятно вообще, они эти карты действительно вели, когда минировали эти территории, или просто это приблизительные какие-то общие черты всего, как бы, всей территории, которая минирована. Амин Малим, вот так же вспоминается случай, когда незаконно армянские вооруженные формирования привязали к собаке дистанционно управляемое самодельное взрывное устройство и заставили ее двигаться к позициям азербайджанской армии. То есть вот эти действия не укладываются ни в какие моральные рамки? Да, к сожалению, тут делать не только и в моральных ценностях. Я бы сказал даже, то состояние вообще, какое эта армия попала после 20-го года, когда в результате нашей отечественной войны мы им показали, как бы, кто здесь действительно имеет реальную силу. Хотя до этого они считали себя по результатам 90-х годов самой, как они говорили, боеспособной армией. И, как бы, в глазах всей мировой общественности мы оказали, что на что способен азербайджанский солдат и на что, какие возможности у государства Азербайджана. То есть они даже по логике, по своей логике не рассчитали, что они смогут ли вообще противостоять. И последняя их надежда были эти, как сказать, мелкие и даже жалкие надежды, используя при этом собаку. Это вообще уже ситуация, когда уже нет слов что-то объяснять. То есть это уже и с этой самодельной, как бы, бомбой или взрывчатым устройством, они что сами хотели доказать, сами даже не поняли. И эти, каждое, как бы, их движение или шаг приводит в их патовое состояние. И, но до сих пор, к сожалению, они не сделали никаких выводов и не идут на какие-то соглашения, на какие-нибудь соглашения относительно строительства мира в регионе. И до сих пор надеются на кого-то извне, что какие-то силы или страны им помогут, и чего-то они еще добьются, то ли реванша, то ли чего-то. Но забывают о том, что эта земля, эта природа, это общий кавказский дом наш. И ее надо вместе беречь, вместо того, чтобы кому-то что-то соседям или кому-то доказывать. Действительно, привлекая в регион третьих игроков, Армения делает хуже Южному Кавказу. Но вот как вы считаете, какие необходимы меры предпринять, чтобы оказать влияние на Ереван? То, что гражданское общество всегда показывает свою активность и в вопросах, связанных с окружающей средой, а также общественными другими вопросами. И то же самое, касающееся даже граждан Азербайджана, которые жили до развала бывшего Советского Союза в своих исторических землях в Армении. И вдруг им пришлось покинуть эти земли. И мы уже, как гражданское общество, везде и фактами доказываем, и требуем, чтобы мы тоже имеем право, вот эти наши граждане, вернуться в наши исторические земли. А это все, я очень уверен, что поможет. Нам просто нужно время. И очень активно, усиленно работать. Чтобы мировая общественность уже увидела, на самом деле, какая ситуация. Потому что у них были до сих пор, к сожалению, стереотипы в отношении нашей страны и народа. Но мы смогли уже им привести такие факты, что они сами же увидели, что армяне не знают, чем они борются, за что они борются и чего они хотят добиться. И я думаю, что это уже поможет нам, чтобы международные организации хотя бы уже приглашали. Я не говорю, что принуждали. И хотя бы им объясняют, что так больше нельзя. То есть, когда в мире все пытаются деэскалацию конфликтов добиться, а вы наоборот создаете условия, когда уже этот конфликт не заканчивается. И я уверен, что и надеюсь, что в ближайшие годы эта работа даст свой результат. Амин Малин, большое спасибо за Ваш комментарий. Спасибо, что подключались. Вам спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией был Амин Мамедов, председатель общественного совета премьер Мистерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. Средства массовой информации Армении незамедлительно отреагировали на премьеру фильма, снятого азербайджанским телеканалом CBC в Ереване. В материале рассказывается об историческом наследии азербайджанцев. В ходе съемок были обнаружены факты того, что французские и американские инвесторы планируют снести остатки мечети вместе с кварталом, где раньше жили азербайджанцы. Прокомментировал премьеру фильма и известный своей пропагандой против Азербайджана армянский телеграм-канал «Баграмян-26». Фильм CBC, снятый в Ереване, находится в центре внимания армянских СМИ и блогеров. Отснятый телеканалом материал вызвал ярость авторов армянского проправительственного телеграм-канала «Баграмян-26», которые опубликовали гневный пост в день премьеры самого фильма. Я внимательно прочитал о том, что было написано в телеграм-канале «Баграмян-26». И кроме претензий и оскорблений, каких-либо фактов и аргументов, опровергающих наш документальный фильм, я там не увидел. Что показал телеканал CBC? В ходе съемок удалось снять мечеть Тапе-Баше, которая находится в плачевном состоянии, внутри него проживают армянские семьи. И по словам жильцов, мечеть и квартал, где он находится, намеренно снести американские и французские инвесторы и построить на его месте гостиницы. Последние 30 лет столице Армении пытаются предать забвению основателей и прежних жителей этого города, уничтожить любое упоминание об азербайджанцах. Несколько недель съемочная группа CBC работала в Ереване, документируя объекты историко-культурного значения, связанные с азербайджанским народом. В результате проведенной работы выяснилось, что объекты азербайджанского культурного наследия в Армении в основном разрушены, а не многочисленные уцелевшие позиционируются как персидские памятники. В Армении до сих пор это строение представляют как домом Панахана Карабахского, но эта ошибка является домом сына Панахана Макинского, Али Хана. Внутри этого дома также проживают армянские семьи, и все люди, с которыми были проведены обсуждения, которые давали интервью, все они утверждают, что это персидское, что это иранское, и стараются умалчивать тот факт, что это относится к азербайджанскому культурному и историческому наследию. Тем самым они скрывают правду о том, какой народ раньше жил в Ереване. Авторы фильма «Сибиси» призывают к привлечению внимания о необходимости сохранения исторической памяти и культурного наследия азербайджанцев в Ереване. Лагерь беженцев Джабалия в северной части Газы был разрушен в результате бомбардировки. Об этом сообщил телеканал «Аль-Жазира». Как отмечается в сообщении, в зданиях на территории лагеря проживают сотни горожан. Точное число погибших и раненых в результате взрыва пока неизвестно. Представитель палестинского министерства здравоохранения сообщил, что жертвами авианалета стали свыше ста человек. Одновременно с авианалетами израильские военные расширили операции на севере Газы, в которой принимают участие свыше 20 тысяч военнослужащих. Между тем, по меньшей мере, четыре человека пострадали в результате ракетного обстрела, которому подвергся город Аждот на юге Израиля. Мэрии города подтвердили факт падения нескольких ракет. А прямо сейчас о ситуации на Ближнем Востоке мы поговорим с собственным корреспондентом Сибиси в Тель-Авиве Романом Янушевским. Он подключается к нам. Роман, здравствуй. Добрый вечер, Лидия. Что происходит в израильских городах? До этого сообщалось, что вновь были слышны сигналы тревоги. Действительно, меньше часа назад центр Израиля подвергся массированному обстрелу. И хотя в центральном Тель-Авиве, где я нахожусь последние несколько часов, не звучал сигнал тревоги, однако были слышны хлопки, было видно перехваты, и часть людей действительно испугалась, потому что никакого предупреждения не было, что в этом районе что-то будет. То есть это было на наших глазах, но непосредственно нас это не коснулось. И после того, как все это произошло, стало известно, что в принципе никто не пострадал, все ракеты были перехвачены, те, которые могли представлять какую-то угрозу, остальные разорвались на открытой местности. В общем, на этот раз, слава богу, пронесло. Однако ранее в районе Аждода разорвалось несколько ракет, и один мужчина получил тяжелое ранение, есть еще и другие пострадавшие. В общем, ситуация не самая приятная. А тем временем в Газе продолжается сухопутная операция, и в частности поступило два сообщения. Во-первых, о том, что израильская армия, согласно палестинским источникам, поразила здание, и погибло в центре сектора, в южной части города Газа, Нусейрат, так называется, лагерь палестинских беженцев, было уничтожено здание, и согласно палестинским источникам, там погибло 40 человек. Другое сообщение пришло из лагеря палестинских беженцев Джибалия, в северной части сектора, и сообщается, что там разорвалась ракета, и множество погибших. Однако пока преждевременно что-либо делать какие-то выводы, и сообщать что-то, помимо самого факта, что это произошло. Вспомним случай с больницей, христианской больницей в Газе, которая была разбомблена, и сначала Хамас первым делом обвинил Израиль, позже сразу множество источников, и в том числе разведки западных стран, изучив все обстоятельства, пришли к выводу, что это была палестинская ракета, которая сбилась с курса, и попала она не в саму больницу, а она взорвалась на парковке больничной, и хотя первоначально Хамас специально завышал цифры погибших, сообщалось то 500, то 800, то 850 погибших, позже стало известно, что были десятки погибших. В общем, мы, опираясь на этот опыт, очень аккуратно комментируем подобные сообщения, и стоит подождать, пока прояснится больше фактов по поводу того, что там действительно случилось, то, что мы знаем к этому часу, что там действительно были какие-то разрушения, и есть погибшие. Возможно, завтра мы будем знать больше по поводу происходящего. Помимо этого, буквально в течение последнего получаса на северной границе, на границе с Ливаном, израильская армия уничтожила группу боевиков из Балы, которая намеревалась обстрелять из противотанкового оружия израильские военные позиции. После того, как эта группа была уничтожена, затем были нанесены удары по объектам Хамаса в качестве ответа на еще другой обстрел израильской территории со стороны Ливана. Вот сейчас, я не знаю, вы слышите или нет, я нахожусь в центре Тель-Авива, и многие машины, которые приезжают мимо этого места, сигналят автомобилисты, мотоциклисты. И за моей спиной, вы, кстати, видите тоже, возможно, монитор. На нем фотографии имя, имена и возраст израильтян, которые были похищены Хамасом и содержатся в Газе. Это лагерь семей погибших и похищенных израильтян. И здесь жизнь не прекращается ни на минуту. Круглые сутки здесь есть люди. И вот сейчас исполняют песни. Здесь раздают желтые ленточки в знак солидарности с израильтянами, которые были похищены. И многие выступают с выступлениями, в том числе родственники этих похищенных израильтян. И все желают, чтобы их поскорее вернули домой. Кстати, я хотел бы привести пример одной такой истории. Это женщина, которую зовут Хадас Кальдерон, с которой мы встречались и взяли у него интервью. Её муж был уничтожен боевиками Хамаса, был убит, застрелен 7 октября. Трое её детей похищены. И сейчас она делает всё, чтобы привлечь внимание общественности к этому случаю. И очень надеется, что её детей удастся вернуть. Поставьте, пожалуйста, отрывок этого интервью. Я потеряла четверых своих детей. Моей дочке Сахе было 16 лет, а моему сыну Эрезу было 20 лет. То, что произошло 7 октября, стало самым трагическим днём для жителей Кибуц Нерос. Более ста террористов проникли в Кибуц и напали на нас. Они сжигали дома и жестоко убивали детей, женщин, пожилых, больных. Люди жертвовали собой, чтобы спасти тех, кто был рядом с ними. Боевики приходили по несколько раз и пытались избавиться от всех до единого. Это необходимо знать всему миру, ведь подобные события могут произойти в самый неожиданный момент. Я узнала, что моя мать и племянница были убиты. А в последнем сообщении, которое я получила от своего сына по телефону, было написано «Я люблю тебя». А мой отец отправил мне СМС со словами «Террористы вошли внутрь, мы выпрыгнем в окно и спрячемся за кустами». После этого я не смогла с ними связаться. И думаю, что они пропали или погибли. Я лично знала многих людей, которые жили там. В Кибуц-Нерозе остались более 200 мирных жителей, которые нуждаются в поддержке. Мы должны прекратить все это и найти решение проблемы. Нужно обратиться ко всему миру за помощью. Адаст сильная женщина. Я почувствовал в разговоре с ней, что на самом деле, хотя она и сильная, но она крепится из последних сил. И она очень надеется, что все-таки ее детей удастся вызволить из плена. И вот подобная трагедия коснулась сотен израильтян. По официальным данным, 240 человек содержатся в плену. И это еще не конечная цифра. По всей видимости, их больше, потому что еще 40 человек считаются пропавшими без вести. Какова их судьба, нам пока неизвестно. Израильская разведка собирает информацию про них. Ну и тем временем продолжается супопутная операция в северной части сектора ГАЗа. И сообщается о двух погибших бойцах израильского спецназа. Но судя по аккуратным заявлениям министра обороны о ранее армейской пресс-службе, возможно, погибших больше, чем говорится к этому моменту. Как правило, в этот момент в Израиле включается военная цензура. Это такая структура, которая в первую очередь защищает близких, раненых и погибших. Прежде чем семье сообщат о том, что случилось, запрещено сообщать об этом публично и сообщать имена погибших. Только когда все близкие будут знать, тогда будет снят запрет и можно будет сообщить об этом. Возможно, завтра мы узнаем больше. Лидия? Роман, вот также появилась информация о боевом применении Израилем комплекса «Хец». Насколько правдива данная информация? Судя по тому, что я знаю, действительно, этот комплекс был применен в тот момент, когда Уситы, проиранское и еминское ополчение, атаковало Израиль. Были выпущены баллистические ракеты и беспилотники в сторону Израиля сегодня утром. И в воздух даже была поднята боевая авиация. Баллистическая ракета была перехвачена комплексом «Хец», а вот беспилотники, они были сбиты боевыми самолетами. Это редкий случай, когда применяется система «Хец», но это вот один из примеров многоуровневой противоракетной обороны Израиля. Одним из уровней, которым занимается, на более дальние расстояния, это как раз система «Хец». От Йемена до Израиля достаточно далеко, поэтому было время вычислить траекторию ракету и перехватить ее в безопасном месте. Лидия? Большое спасибо, Роман. Я напомню, что к нам подключался собственный корреспондент Сибиси в Тель-Авиве Роман Янушевский. Он рассказал о ситуации на Ближнем Востоке. Продолжаем наш выпуск. Находящийся с рабочим визитом в Китае министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Хэ Вейдунам. На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщили в оборонном ведомстве. Начальник генерального штаба азербайджанской армии Керем Белиев встретился с находящейся с визитом в Баку делегации во главе с начальником генштаба вооруженных сил Италии адмиралом Джузеппе Каво-Драгоне. Как сообщили в оборонном ведомстве, Керем Белиев подробно проинформировал гостей об исторической победе Азербайджана в 44-дневной войне, а также о значимости антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в сентябре этого года в Карабахском регионе. Говоря о масштабных реформах в армии, Белиев отметил важность проводимой работы по применению новых технологий и в области кибербезопасности. В свою очередь, Джузеппе Каво-Драгоне отметил наличие широких возможностей для расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Италией, подчеркнул важность взаимных визитов в развитии двусторонних отношений. На встрече была особо подчеркнута необходимость дальнейшего расширения связей между Баку и Римом. Субтитры создавал DimaTorzok Азербайджан присоединился к конвенции против торговли человеческими органами. Соответствующее соглашение было подписано главой службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиевым и генеральным секретарем Совета Европы Марии Печенович-Бурич. Генсек высоко оценила присоединение Баку к этой конвенции, отметив, что сотрудничество будет успешно продолжено и впредь. Али Нагиев выразил надежду на то, что положение международно-правового документа будет применяться в вопросе защиты прав беженцев, вынужденных переселенцев и без вести пропавших граждан Азербайджана, а также тех, чье здоровье пострадало в результате подрыва на минах, установленных Арменией. Говоря об этнических чистках и минном терроризме, Али Нагиев подчеркнул, что люди имеют право в полной мере пользоваться всеми правами и свободами, предусмотренными Европейской конвенцией по правам человека. Мария Печенович-Бурич, в свою очередь, отметила, что Совет Европы всегда придает большое значение сохранению мира на Южном Кавказе и что организация может оказать необходимую поддержку этому процессу. Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям республики на фоне прошедших массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он отметил, что никому из виновных не будет снисхождения, добавив, что по многим фактам уже возбуждены уголовные дела. Глава республики пообещал обеспечить порядок в Дагестане в полном объеме. Массовые беспорядки произошли 29 октября международным аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива. Толпа ближе к вечеру собралась возле аэропорта, а затем ворвалась на его территорию, выбежав на взлетно-посадочную полосу. Местные жители намеревались найти среди прилетевших граждан Израиля, протестуя против событий в секторе газа. Местные жители Допускаю, конечно, что в толпе оказались и случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах. Поэтому в каждом случае будем разбираться индивидуально. Но каждый, кто вчера отличился, получит по заслугам. Личности 40 погибших горняков на шахте имени Костенко в Гарагандинской области Казахстана установлены. Неопознанными остаются 6 тел. Для их идентификации будет проводиться анализ ДНК. Подробности расскажет наша коллега Далия Насип. Она подключается к нам. Далия, здравствуй. Здравствуйте. Да, опознать удалось не всех погибших из-за мощного взрыва метановоздушной смеси в шахте. Ударная волна составила более двух километров. Некоторые тела, которые извлекли из-под земли, сильно повреждены. На данный момент поисковые работы в шахте Костенко закончены. Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шеребханов рассказал, что поиски были осложнены отсутствием электричества множеством разрушенных механизмов. Кроме того, в шахте большая протяженность горных выработок, поэтому поиски затянулись. На протяжении трех суток родные и близкие шахтеров буквально дежурили в административном здании шахты. Там же находились бригады скорой помощи, психологи, волонтеры организовали питание для тех, кто ждал новостей. Вчера прошли первые похороны горняков. Родственники тех, чьи тела опознать не удалось, вынуждены ждать окончания всех экспертиз. Для расследования причин аварии создана правительственная комиссия, члены которой обследовали шахту и зафиксировали сильные разрушения. В выработках смещено оборудование, разрушено более 15 изоляционных перемычек, выведена из строя вентиляция. К расследованию, помимо казахстанских экспертов, привлекли специалистов из Великобритании, Австралии и Германии. Члены комиссии говорят, что при необходимости будут привлекать дополнительные силы. Местный карагандинский Акимат ведет работу с семьями погибших. За каждой семьей закрепили ответственных сотрудников и депутатов, которые контролируют процесс оказания обещанной помощи. Эта организация проведения похорон определяет многодетные семьи и вообще семьи с детьми, которым будет предоставлено бесплатное образование, собрана информация по жилищным условиям, по наличию кредитов. Напомню, ранее премьер-министр Алихан Смаилов объявил, что помимо денежных выплат всем выдадут жилье и погасят кредиты. Что касается предприятия Арселор Миттл Тимиртау, его передают в собственность государству. Министр промышленности и строительства Канад Шарлопаев отметил, что речь идет о полном комплексе активов Арселор Миттл в Казахстане. Это стальной, угольный и рудные департаменты. Также в периметр потенциальной транзакции включен трубный завод в городе Актау. То есть все активы компании в Казахстане. В дальнейшем предприятия планируют передать новому инвестору. Члены профсоюза угольщиков заявили, что будут добиваться от нового собственника улучшения условий труда, социальных льгот и гарантии, а также обновления оборудования и вообще модернизации производства. Большое спасибо, Далия. О трагедии на Карагандинской шахте рассказала наша коллега из Казахстана Далия Насип. А теперь к новостям в экономике продолжит моя коллега Медина Гурбанова. Поддержка активного внедрения услуг профориентации в высших учебных заведениях, а также обмен опытом между центрами карьеры. Эти и другие вопросы обсудили в Баку в рамках второй конференции по стратегическому развитию центров карьеры. Подробнее в нашем следующем сюжете. Вторую конференцию по стратегическому развитию центров карьеры провело Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. В ней также участвовали представители Министерства науки и образования, Бакинской высшей школы нефти и других заинтересованных структур. Конференция нацелена на поддержку активного внедрения услуг профориентации в высших учебных заведениях, а также обмена опытом между центрами карьеры. Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов отметил, что подобные конференции способствуют совершенствованию деятельности центров карьера, которые являются важнейшим стратегическим фактором для Азербайджана. Это мероприятие проходит во второй раз. Проведение данной конференции имеет важное значение для всех центров карьеры, функционирующих в высших учебных заведениях. И надо признать, что на протяжении последних трёх лет это направление превратилось в одно из стратегических для Министерства труда и социальной защиты и Государственного агентства занятости. Благодаря этому университеты придают важное значение деятельности данных центров. В свою очередь глава Госагентства занятости Мустафа Баспейли обратил внимание на шаги, предпринимаемые его ведомством, для расширения программ активной занятости. По его словам, сотрудничество с образовательными учреждениями даёт хорошие результаты в подготовке востребованных на рынке труда специалистов. Служба профориентации является важной поддержкой в повышении осведомлённости молодых людей о рынке труда и планировании их карьера. В первую очередь нас интересует содержание деятельности центров карьеры. Первое, что должно быть сделано для того, чтобы, во-первых, поступающий в университет абитуриент был уверен в выборе своего направления подготовки. По нашему мнению, первичная деятельность центров карьеры заключается в этом. Во-вторых, центры карьеры должны стараться сделать всё, чтобы студент овладел своей специальностью. Для этого центры должны следить за студентом в период его обучения, направлять его, привлекать в программу международного обмена студентов, рекомендовать книги, мероприятия, конференции, чтобы эти студенты стали самыми лучшими в своём направлении. И в-третьих, центры карьеры должны подготовить студентов к рынку труда, чтобы они знали, как в него войти ещё во время обучения. Говоря о функциях работы центров карьеры в вузах, Мустафа Баспели отметил, что наведение лучшего моста между образованием, занятостью и рынком труда является одной из главных задач и целей. Он считает, что деятельность центров должна быть усилена, усовершенствована и адаптирована к требованиям современных стандартов. Сегодня мы презентовали подготовленные нами стандарты центров карьеры, действующих в университетах. Целью Государственного агентства занятости является создание в Азербайджане инфраструктуры планирования карьеры. Мы хотим, чтобы в этом направлении работали также и все университеты, потому что функционирующие при них центры карьеры играют очень важную роль в интеграции студентов и выпускников на рынок труда. И в дальнейшем мы будем проводить серьёзную работу и поддерживать наши вузы в этом направлении. На конференции прошла презентация платформы «Рейтинг трудоустройства выпускников», а также подготовленного агентством рекомендательного документа «Стандарты центра карьера». Они обеспечат осведомлённость абитуриентов о возможностях трудоустройства и создания рейтинговой карты трудоустройства выпускников. У нас есть ожидания после подготовки этой платформы. Главное из них, чтобы люди, готовящиеся поступить в университет, знали, какие специальности и профессии востребованы на рынке труда, видели рейтинг занятости университетов. Также актуально улучшение Министерства образования, процесса планирования приёма в университеты и карьерного консультирования Государственным агентством занятости. Целью платформы является повышение качественных показателей центров карьеры, улучшение инфраструктуры, материально-технической и образовательной базы, а также оценка и мониторинг результатов работы данных центров. Сегодня Стамбул принял Всемирный день городов. Азербайджан на мероприятии представлял председателем Госкомитета градостроительства и архитектуры Анар Гулеев. Также в Стамбул прибыл спецпредставитель Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан-Анри Тот. На встрече с первой леди Турции Миной Эрдоган, он заявил, что страна лидирует в мире по борьбе с экологически вредными отходами. Тот подчеркнул, что Миной Эрдоган успешно реализует проект «Ноль отходов», который стартовал шесть лет назад под ее эгидой. Поощрение использования общественного транспорта, езды на велосипеде и пеших прогулок в городах снизит число дорожно-транспортных происшествий, отметил Тот. Также это будет способствовать развитию экономики замкнутого цикла. Ведется работа над новыми генеральными планами еще четырех городов Карабахской экономического региона Азербайджана. Об этом заявил председатель Государственного комитета Азербайджана по городостроительству и архитектуре Анар Гулиев на официальном мероприятии в Стамбуле, посвященном Всемирному дню городов. В ходе своего выступления он отметил, что в настоящее время продолжаются работы над генеральными планами семи городов на освобожденных территориях. Анар Гулиев подчеркнул, что городостроительная работа в Азербайджане охватывает 79 городов и более 4 тысяч поселков и сел с населением более 10 миллионов человек. За последние 15 лет Госкомитету страны удалось подготовить новые генеральные планы 68 городов. Таким образом, для 90% азербайджанских городов созданы новые современные генеральные планы. Анар Гулиев также напомнил, что Баку намерен построить жилые дома, школу и детские сады в турецком городе Кехраман-Мараш, который пострадал от землетрясения в феврале этого года. К другим темам. За последние три года в туристическую отрасль Казахстана было привлечено инвестиции на сумму 4 миллиарда долларов. Однако потенциал страны используется не полностью. Об этом заявлено на заседании правительства, прошедшем под председательством премьер-министра Алихана Смаилова. Он особо отметил меры по развитию индустрии туризма в стране, указав на необходимость прорывных проектов в этом направлении. С прошлого года государство поддерживает инициативы по строительству объектов туризма, развитию горнолыжных курортов и транспортной сети. Также определены приоритетные туристские регионы в Казахстане, где намечена реализация якорных проектов. Глава правительства отметил, что необходимо учесть потенциал страны и задействовать каждый регион. В вопросе диверсификации экономики Казахстана должно быть уделено значительное место развитию туристической отрасли. Было построено более 400 объектов и создано порядка 7 тысяч постоянных рабочих мест. В Казахстане открыты отели свыше 20 известных международных сетей. Этот фактор служит привлечению зарубежных туристов. Только за последние три года наблюдается непрерывный рост экотуристов в национальных парках. Субсидируются детские авиабилеты для граждан Казахстана, путешествующих внутри страны. Туроператорам предоставляются субсидии на привлечение иностранных туристов. Граждане 80 стран могут посещать Казахстан без визы. Иностранцы из 109 государств имеют возможность получить электронную визу. Расширяется и география международных авиасообщений. Кроме того, глава правительства отметил факторы, негативно влияющие на туристскую отрасль. В их числе недостаточная инфраструктура, ограниченное числом мест размещения, низкие уровни логистики и качества услуг. Необходимо выстроить работу на системном уровне, чтобы повысить рейтинг Казахстана в глобальном индексе развития путешествий и туризма Всемирного экономического форума, подчеркнул Алихан Смаилов. В настоящее время высокая политическая нестабильность накладывает свой отпечаток на политику финансовых регуляторов стран Центральной Азии. Об этом в эфире CBC сказал генеральный директор UNI Assistance Куаныш Калежанов. По мнению эксперта, все страны региона зависят от тех ресурсов, которые они продают и имеют валютную выручку. Тем самым усиливается фактор ресурсоориентированности. Поэтому говорить о том, что каждая центральноазиатская страна может независимо друг от друга формировать свою монетарную политику, было бы ошибочным, считает Калежанов. Он добавил, что учитывая односторонность структуры экономики всех пяти государств региона, здесь все финансовые регуляторы будут присматриваться друг к другу. Национальные банки каждой страны вырабатывают определенные рецепты оздоровления собственной экономики на основе макроэкономических инструментов, при этом с оглядкой на своих соседей, с которыми у них складывается внешний торговый баланс, с которыми существует экспортно-импортное отношение, транзит, логистика, кроме этого многие другие факторы, которые будут влиять на денежную массу. Чем более открыта экономика, тем больше факторов влияния на формирование национальной валюты, подчеркивает эксперт. В данном случае, по мнению Куаныша Калежанова, формирование макроэкономической ситуации мало зависит от внешних факторов. Если мы можем посмотреть на страны Центральной Азии, допустим, Узбекистан, Казахстан, то здесь мы видим, что Казахстан наиболее открытая страна, соответственно, проникновение иностранного капитала в Казахстан было максимальным. И в сравнении с Узбекистаном, которая до последнего времени была сравнительно закрытой страной, эта разница очень сильно ощущалась. Таким образом, влияние международного разделения труда, кооперации, логистики на Казахстан и на национальную валюту в Казахстане было ощутимо больше. В то время как в закрытой экономике имеются факторы независимого регулирования курса валюты, независимого регулирования и управления денежной массой. И таким образом, формирование макроэкономической ситуации в стране, оно мало зависело от внешних факторов. Ну что ж, это были наиболее актуальные новости экономики к этому часу. Лидия? Большое спасибо, Медина. О событиях в экономике рассказала моя коллега Медина Гурбанова. Это были все новости на сегодня. С вами прощаюсь. Всего доброго. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»